Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью-Рашворд. С вами я, Юрий Гемельфард. Сегодня воскресенье, 19 февраля 2023 года, 361-й день войны путинской России против Украины, время 15 часов 27 минут по Киеву и Иерусалиму, и мы начинаем наш традиционный ежедневный обзор новостей. Мой друг и соведущий этой рубрики, сержант Сбройных сил Украины в настоящее время, Руслан Рогованов, я имею в виду, в настоящее время находится в служебной командировке, принять участие в передаче он не может, но давайте пожелаем ему удачи, скорейшего возвращения, живым, здоровым, невредимым и, конечно же, с победой. Ну а сейчас мы приступаем к обзору новостей. Итак, вот стандартная информация о потерях. На сегодняшний день, на 19 февраля, российская армия потеряла 142 860 человек, это плюс 590 за минувший день, но я прошу честь, что, и постоянно это подчеркиваю, что это цифры официальные, те, за кого ВСУ может отчитаться и предъявить этих уконтропупенных двухсотых. Однако в данной ситуации мы должны понимать, что не все учтены. В этой статистике нет трехсотых, которые стали инвалидами первой группы с оторванными конечностями и, соответственно, не могут дальше принять участие в боевых действиях. Здесь нет тех, кого не учитывает Хаймарс, который разносит эти тела по значительной площади. Поэтому реальная цифра уже давно перевалила за 350 тысяч. Это реальная цифра. Однако в этом плане обращает на себя внимание тот факт, что российская армия, она сама себя уничтожает. Вот, дорогие друзья, я предлагаю вашему вниманию откровение Стрелкова-Гиркина, который заявляет следующее. Это достойно цитаты. Катастрофическая ситуация сложилась с денежным довольствием участников СВО. Масштабы проблемы уже просто неприлично огромны. Эта проблема есть уже в каждой воинской части, в каждом батальоне, в каждой роте и каждом взводе. Тотальная невыплата обещанного и положенного денежного довольствия. Особенно страдают в этом плане добровольческие подразделения типа БАРС, людей, которые добровольцами шли на фронт еще весной-летом 22-го года, просто маринуют и душат бюрократией. Люди по полгода ждут печать на клочке бумаги, чтобы доказать, что они участники боевых действий. Потом начинаются круги ада в военкоматах по оформлению статуса. Круги ада заключаются в том, что бюрократическая машина в воюющих частях просто отвратительно работает. Но самый вопиющий случай, который я знаю, это когда человека мобилизовали 22 сентября 22-го года, а 26 сентября он уже был в Сватово, мы общались с ним в конце января, и на тот момент он не получил от Минобороны ни копейки. На карту ему только приходила зарплата с прежнего места работы. Но и это еще не все. В ноябре он получил ранение, есть справка по форме 100, но платить компенсацию отказываются, мотивируя это тем, что считают ранение недостаточно тяжелым. Это просто трэш. Человек призван по мобилизации, воюет уже почти полгода, получил ранение, ему не платят. И таких историй я лично знаю уже десятки. Люди ропщут, копятся недовольства и злоба. Если ситуация не изменится, то это приведет к социальному взрыву в ветеранском сообществе. Оно вам надо? Необходимо принимать жесткие меры по нормализации обстановки в этом секторе. Необходимо либо возвращать финансистов в части, либо предпринимать другие меры. Но дальше так нельзя, дальше будет взрыв. Конец цитаты. Я, кстати говоря, подтверждаю слова Стрелкова-Гиркина. И, правда, у меня таких историй не десятки, но некоторые люди мне сообщали, что на самом деле с деньгами в российской армии идет самое откровенное, неприкрытое кидалово. Причем я акцентирую внимание на слово «открытое». На самом деле действительно это так оно и есть. Мне тоже сообщали. Ну что ж, воры, они всегда воры, воруют как в последний день. Ну, как говорится, ребятки, не останавливайтесь, давайте воруйте дальше. Разнесите все в России, что только можно. Однако и с поставками вооружения Украине тоже не все гладко. По сообщению издания «Таймс», к апреле Украина получит только 50 танков, что лишь менее четверти от общего количества, которые ей пообещали предоставить партнерам. Согласно подсчетам, Украина ожидает свыше 300 западных танков. И это было анонсировано. Разумеется, такого количества танков недостаточно, чтобы переломить ситуацию и начать контрнаступление. Мы будем внимательно следить за этим. Что же касается поставок оружия, то, к сожалению, стало известно, что Китай поставляет России свои беспилотники. Согласно таможенным документам, которые публикует издание «Уолл-стрит-джорнал», некоторые из коммерческих беспилотников прибывают на передовую от российских дистрибьюторов, которые в свою очередь получают товары от китайской компании «Ди-Ди-Ди-Ди-Айвенова», а другие доставляются через Арабские Эмираты. Это крайне неприятная новость. Но главное, что я хочу подчеркнуть, это то, что на Мюнхенской конференции заявила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис. Она произнесла одну очень интересную фразу. «Россия совершила преступление против человечности». А я напомню, что именно такое обвинение фигурировало в приговоре Нюрнбергского трибунала. И вот это официальное заявление Камала Харрис, это на самом деле, друзья мои, все крайне серьезно. На самом деле это означает, что мировое сообщество уже окончательно настроено на то, чтобы расправиться не только с Россией, но и с поджигателями этой войны. Иными словами, вот это заявление вице-президента США, оно означает просто следующее, что если до сих пор у России чисто формально какой-то выход был, то теперь выхода у России уже нет. Как говорится, все, приехали. Тут уже, как говорится, дальше разговоры будут просто бесполезны. Это вот то, друзья мои, о чем я неоднократно предупреждал, что мы в последнее время все чаще и чаще вынуждены говорить о тех или иных событиях в прошедшем времени. И тем более странно на этом фоне звучит заявление президента Франции Эммануэля Макрона. Он заявил буквально следующее. «Я хочу победы Украины, но против того, чтобы Россия была раздавлена. Я не думаю, как некоторые, что надо добиться полного разгрома России, атаковать ее на собственной территории. Им бы хотелось в первую очередь разгромить Россию, но это никогда не было и не будет позицией Франции. Необходимо, чтобы украинское наступление пошатнуло российский фронт и заставило Москву вернуться за стол переговоров». И далее Макрон добавил, что ни одной из сторон добиться полной победы не удастся. Но что я могу сказать? Для того, чтобы полностью разгромить Россию, совершенно необязательно вторгаться на ее территорию. Как мы видим, не только сегодняшним новостям, но и всем предыдущим, Кремль сейчас делает все для того, чтобы раздолбасить внутри России в дребезги и напополам все, что только возможно. И в этом плане остальное они сделают сами. Ну, дорогие друзья, вот я приведу вам только два примера, подчеркиваю, только два. Ну вот вам, пожалуйста, один великолепный пример. Это алтайский психоневрологический диспансер. Там пациенты и сотрудники ПНД, они собрали 105 700 рублей для военных, участвующих в авторжении России в Украину. На эти деньги были куплены лекарства, продукты, футболки, белье, сигареты. А каким образом были собраны деньги, конечно же, это не уточняется. Однако тут я хочу кое-что подчеркнуть. Дело в том, что психоневрологические интернаты это такие учреждения, где содержатся люди с хроническими психическими заболеваниями. Эти люди нуждаются в постоянном уходе. И в интернатах у таких людей личных вещей нет. Распоряжаться деньгами они не могут, подписывать документы они не могут. Единственным опекуном этих людей является директор интерната. Но вы извольте, как говорится, любоваться, как это все происходит. А вот вам еще один эпичный пример. Это члены Единой России. Они в поддержку так называемой специальной военной операции они окунулись в прорубь и демонстрируют свои российские паспорта. Я не знаю, что этим они хотят сказать. Наверное, они хотят сказать, что если ты член Единой России с российским паспортом, то значит, ты, видимо, умалишенный. Ну и в этой связи, друзья мои, я прошу вас ответить на вопрос. Скажите мне, пожалуйста, а вот что-то еще надо для того, чтобы эта страна сама себя разрушила? Тут, как говорится, комментарии излишни. И в заключение, друзья, я хочу поблагодарить всех, кто помогает спецподразделению ХОРТ. Огромное вам всем спасибо, друзья. В ближайшее время Руслан подготовит отчет как в виде таблицы, так и на бумаге. И в этом отчете будет в смысле, как в виде таблицы, извините, я оговорился, так и фотоотчет, а возможно и видеоотчет, что хлопцы приобрели на эти деньги. Огромное вам спасибо, друзья. Я благодарю вас всех и прошу, пожалуйста, помогайте спецподразделению ХОРТ. Это необходимо. Необходимо для того, чтобы Украина одержала как можно быстрее полную победу вот над всем этим безобразием, которое вторглось на ее территорию. Но главное другое. Главное то, что вот вся эта российская саранча угрожает цивилизованному миру. Вот в чем проблема. И эта проблема очень серьезная. И сейчас цивилизованный мир украинцы защищают собой и жертвуют для этого своими жизнями. И мы обязаны благодарить Украину. Спасибо, хлопцы. Дякую. Слава Украине. До встречи, друзья. До завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...